Ольга, вы когда-нибудь участвовали во флешмобах? Сама нет, иногда с удовольствием за ними наблюдаю, но у меня такое ощущение, что я каждый год организовываю большой-большой флешмоб. Люди договариваются в интернете, приходят в специально отведенные места в один день, в одно время и совершают там достаточно странные действия. Так и что же они делают? Они делают то, что, казалось бы, современному человеку в голову не придет делать добровольно и еще с интересом и радостью в глаза. Они пишут диктант. Я знаю, что тотальный диктант начинался как развлечение для студентов-филологов наряду с капустниками и КВНом. А можете объяснить мне, нефилологу, что такого веселого в диктанте? На самом деле диктант начинался не как развлечение для студентов-филологов, а как наоборот, такой подарок от студентов-филологов, для которых диктанты — это, по сути, суровая правда жизни, студентам-нефилологам, которые диктанты писали давным-давно, когда-то в школе. Пришло более 150 человек. В 2004 году в первый раз состоялся диктант. Дальше проект передавался из поколения в поколение. В 2009 году мы подумали, что неплохо было бы сделать что-то интересное. В качестве диктующего был приглашен Цой Кароленко, филолог, артист, перфомансист из Москвы. И он устроил из диктанта действительно такое представление, спектакль. Это было настолько волшебно. И это стало таким переломным моментом в развитии диктанта. И с того времени вы стали приглашать читать диктант известных людей, правильно? Да, и не только читать. Мы начали приглашать писать тексты известных людей. Иногда бывало такое, что люди забивали в поискове первую строку и потом переписывали уникальный текст, который до этого нигде не был опубликован, стал отличным решением этой проблемы. И я так понимаю, чтобы исключить возможность списывания, в разных городах диктант начинается в одно и то же время? Мы всегда стремились к тому, чтобы диктант садились писать действительно в одно время. Но с 2012 года количество городов-участников разрослось, поэтому, естественно, в одно время все сесть не могли записать. И мы придумали такую идею, как грамматическая эстафета, то есть автор пишет один большой текст, который состоит из трех частей по 250 слов. И первую часть этого текста пишут на Дальнем Востоке, Восточной Сибири, вторую – Западная Сибирь, Урал, и третью часть – Европейская часть России, Европа. Особенность тотального диктанта не только в том, что тексты пишут известные авторы, но и в том, что читают их не менее известные писатели, актеры, журналисты. По традиции в Новосибирске диктует сам автор, но некоторые писатели проникают в идею настолько, что приходят читать уже чужие тексты на следующий год. Благо мест, где пишут диктант, с каждым разом все больше. Мы здесь собрались, поскольку действительно считаемый русский язык важной штукой. Пока вы будете выхтеть и дениться, я буду вас терапевать. Поезд, Чусовская, Тагил, часть третья. Ольга, вы говорите, что быть грамотно – модно. Приглашайте на диктант известных людей и устраивайте из этого в хорошем смысле шоу. А давайте проверим вашу грамотность, вот только без всей этой звездной пыли. Вот вам наше задание. Вам надо всего лишь в готовом шаблоне расставить нужные буквы и знаки припинания. Попробуйте? Ну, я постараюсь. Давайте. Продолжение следует... Это действительно ответственность, по сути, каждого из нас. Иначе все просто превратится в хаос. Как придумывается текст для тотального диктанта? Автор пишет на ту тему, которую ему хочется, тот текст, который он считает подходящим для диктанта. Затем начинается очень сложная работа. Работа авторов и филологов. Филологи смотрят тексты, уравновешивают его части между собой, потому что они должны быть одинаковые по сложности. Пишут большие комментарии для автора и большие предложения по поводу того, какой момент нужно изменить, какую конструкцию простить, какую, наоборот, сделать сложнее. Всегда изменения и правки в тексте остаются на усмотрение автора. Что он готов принять, то и будет. Затем мы получаем финальную версию текста, и к этой версии текста начинают готовиться обширные комментарии. Есть вещи, которые просто не зафиксированы в действующих словарях и справочниках. Тогда, естественно, мы принимаем все варианты, мы всегда в пользу участника рассматриваем такие спорные моменты. А что должен сделать обычный человек, чтобы написать ваш диктант? Примерно за 2 недели, 10 дней до диктанта открывается регистрация на площадке. Для того, чтобы прийти написать диктант, с собой нужно иметь только ручку, прийти в означенное время в аудиторию, сесть и там дальше уже все расскажут. Диктант можно написать под своим именем, можно написать анонимно. Каждому участнику мы вручаем сертификат. И нас очень радует, что некоторые участники диктанта, устраиваясь на работу в своих резюме, пишут, что я участвовал в тотальном диктанте, у меня 4. Дальше поехали. И теперь будущее стало настоящим. Не прекрасным, а таким, каким, по-видимому, и должно быть. Я знаю Хабенского как выдающегося актера, но он еще, оказывается, неплохо диктует. Он молодец, он постарался нам всячески помочь. Эмоции, конечно, ну, наверное, через край, особенно вот после первых моментов написания диктанта. Конечно, первая мысль в голове, сколько же ошибок я могла допустить. Совершенствоваться надо все время, и чем больше времени проходит, с тех пор, как мы выпустились из школы, все меньше и меньше уже остается. Конечно же, помню чуть меньше, чем и раньше, но тем не менее, я считаю, что я справился. Для тех, кто решил подготовиться к диктанту или просто стать более грамотным, с этого года открыты специальные курсы. Что приятно, они абсолютно бесплатны. Ну, а проверить свои знания можно и не дожидаясь всероссийской акции. На официальном сайте есть так называемый онлайн-диктант. Форма проверки, написание диктанта, расстановка знаков припинания, это немножко разные формы. Мне всегда легче даются диктанты сейчас пытаясь оправдать свои ошибки. Я не могу понять это слово. Кто такие засланы? А, все, я поняла. Мы не сказали Ольге, но сейчас она работает со специализированным текстом для студентов гуманитарного факультета МГУ. Это по-настоящему сложное задание даже для подготовленного человека. Ну, а справятся ли с ним наши героини, узнаем совсем скоро. А вы отличницы были в школе и в университете? В школе была отличница, в университете нет. Сейчас на абсолютную грамотность не претендую вообще, но очень стараюсь. Как думаете, почему все больше людей приходит писать тотальный диктант? Не на знаменитости же посмотреть? У каждого участника, конечно, своя мотивация. Кому-то интересно поучаствовать в масштабном всемирном проекте. Кто-то идет посоревноваться с товарищем, кто лучше помнит русский язык со школы. Для кого-то это действительно вызов себе и возможность проверить свою грамотность. Но, насколько я знаю, положительных оценок не так много. Действительно, на 32 тысячи участников в 2013 году было 600 пятерок. Но для нас победителями этой акции являются все, кто пришел, кто сделал этот вызов себе, переборол себя и принял участие в тотальном диктанте. Мы действительно даем сложные тексты. Это не школьные тексты диктантов. Это тексты, написанные на современном русском языке. Ольга, а много приходится тратить, чтобы проверить грамотность в масштабах всей страны? У тотального диктанта нет единого бюджета. Каждый координатор в каждом городе сам привлекает ресурсы для того, чтобы провести акцию. Проект делается достаточно малыми средствами. В большей степени это энтузиазм волонтеров. До 2010 года, например, в Новосибирске диктант проводился с бюджетом в 0 рублей. После прохождения тотального диктанта студенты, молодежь, они, собственно, узнают о современном состоянии русского языка. И более того, такими акциями у нас в стране русский язык поддерживается, развивается. И по итогам формируется некое профессиональное сообщество филологов, лингвистов, которые изучают современные изменения, тренды развития русского языка. Результаты тотального диктанта, они вложатся в предложение рабочих групп по усовершенствованию норм правописания в русском языке. Много времени уходит на подготовку такой масштабной акции? Если когда мы были студентами для подготовки диктанта на уровне города, нам достаточно было двух недель активной работы, то сейчас мы работаем над проектом круглый год. Каждый год у нас другой старт. Мы должны начинать практически все с нуля, заново привлекать ресурсы, спонсоров, приглашать автора, писать текст. Но с другой стороны, сейчас мы чувствуем, что за нами есть такой большой тыл, тыл координаторов диктанта во всех городах. И зачастую мы свои планы перевыполняем. Какова ваша цель? Сделать всех грамотными? Глобальная цель действительно объединение всего русскоязычного сообщества, всех людей, которые говорят по-русски, думают по-русски, пишут по-русски. Благодаря тотальному диктанту люди чувствуют это единство, люди садятся в один день, пишут текст на русском языке, и это действительно очень здорово. Так. Хорошо, будем считать, что так. Ольга, как вам текст сложнее, чем тот, который пишут участники вашего проекта? Не сказать, что он сложнее, но такое задание было мне менее интересно, чем написание текста тотального диктанта. Я надеюсь, что я справила, подозреваю, что у меня будет несколько ошибок, где-то я действительно очень сильно сомневалась, но посмотрим. Ольга, результаты вашей работы готовы. Итак, у вас одна орфографическая ошибка и шесть пунктуационных. Вот в вашем диктанте за такое количество ошибок какую бы оценку поставили? Я, честно, не помню шкалу, но, по-моему, это либо 4, либо 3 где-то. Ну, в принципе, я с собой довольна. Можно я поизучаю? Да, конечно. Что-то действительно по невнимательности пропустил, потому что перед что, запятая, это очень-очень даже логично. Погруженными 1-2-Н – моя постоянная проблема, да, признаю. Ну что ж, Ольга, тогда я вас поздравляю. Вы в любом случае справились, ведь, как вы сами говорите, любые ошибки заставляют нас двигаться вперед. Конечно, пойду на русский по пятницам теперь. Аудитория тотального диктанта очень разнообразна. Но мы рады, что ее костяк – это молодежь, это молодые люди в возрасте от 20-30 лет. Мы рады, потому что именно эта возрастная группа – это аудитория, которая сама выбирает, что смотреть, что слушать, в чем участвовать. И эти люди, они будут участвовать только в тех вещах, которые по-настоящему считают интересными, важными. И мы очень рады, что у нас получилось сделать интересный проект. Ольга, вы сами говорите, что тотальный диктант – это своеобразный флешмоб, и это сейчас модно. Не боитесь, что мода на тотальный диктант пройдет вместе с модой на флешмобы? Не боимся, потому что считаем, что тотальный диктант – это намного более интересное действие. Человек одновременно пишет текст, ловит авторскую мысль, воспроизводит сложную синтаксическую конструкцию, вспоминает правила русского языка. Кроме того, мы надеемся, что мода на грамотность никогда не пройдет, потому что грамотность – это признак успешного современного человека.